и всем привет привет раз раз рад вас видите в первом выпуске этого года надеюсь то что вы уже доели свои салатики и подумываете на тему того о чем бы заняться в оставшиеся праздничные дни и мы вам предлагаем сделать абсолютно замечательную штуку задуматься или задуматься над тем чтобы создать собственные репозитории знаний или соответственно переехать с одной что может быть прекраснее чем переезд с одной софтины на другую и про это все мы сегодня с вами будем обсуждать вот сегодня помимо из ведущих только я и егор привет мне понравилось как ты меня представляешь сегодня из ведущих только я всем привет перед тем как мы перейдем к основной теме выпуска супер-супер-супер важное напоминание как только вы настроите свой собственный персональный репозиторий знаний а как это сделать расскажет наш гость сразу же добавьте туда одну заметку в которой будет рассказано про биржу фриланс услуг к воркру с любыми услугами за 500 рублей чтобы не забыть на какой сайт стоит перейти когда вам понадобится какая-нибудь услуга за 500 рублей вот такая вот интеграция а теперь к выпуску да спасибо его а в гостях у нас мы уже целых полторы минуты в общем видео выпуска мы до сих пор гостя не представили исправляюсь в гости к нам сегодня пришел константин валеев он менеджер разработки и по совместительству руководитель системных аналитиков в ростелекоме а также он преподает системный анализ и основы проектирования в айти магистратуре в мои привет кости привет ребят очень рад сегодня быть мы тоже очень рады расскажи о том как тебя вообще тема это заинтересовало ты нам немножко на подготовке рассказал о том что у тебя и множество разные софтины перепробовал и вообще-то и вот во всей этой истории крутишься уже довольно давно но тут как бы история не то чтобы конкретно по поиск вот какого-то определенного инструмента такая скорее эволюция после того как я как мне кажется любой человек собирает информацию которым интересно как обычно как у всех сначала это были просто бесконечные какие-то букмарки в браузере миллиардные которые там потом никогда никогда ни разу не открывает а потом какие-то кучи заметок в разных местах ну и со временем этот хаос расширялся расширялся каких-то прям внятных структурных подходов для того чтобы этот хаос так попорядочить я долгое время просто не встречал не то чтобы я специализированно искал но как-то особо ничего не находилось а вот мы сегодня будем говорить с этого кастом этот подход он тоже его достаточно случайно наткнулся я одно время пытался писать диссертацию и вот с присущей мне как можно и слово задрот с присущими задротством какие-то искал инструменты для того чтобы это делать плюс-минус технологично и случайно вот наткнулся на заметку про заплакаст на ты был несколько лет назад когда он еще был не так популярен что интересно я наткнулся кто-то добавил в букмаркере кто-то еще и ты потерял спустя какое-то время искал снова и вот большим трудом смог его найти а какой этот подход мне понравился тем что он действительно дает какую-то методику да то есть мы не просто этот инструмент выбираем и не пользуемся а вот имеем какую-то методику для того чтобы вести самый заметный но я как-то на нем в итоге пить минусы остается благо он такой достаточно простой и целый понятный вот а так в общем-то в основном все вот эти способы организации базы знаний они же диктуются инструментом если вы выбрали какой-нибудь вернул ну ведь заметки так как он говорит как мы это делать удобно вы вернулся если вы берете воплое но у вас фактически там майнмэр да то есть у вас такая древовидная такая нейрофическая структура а если вы там ничего не берете то у вас просто куча заметок которые лежат в пяти разных папках то есть обычно люди не выбирают именно методику да либо за инструментом ну либо просто никак получается ну вот есть специализированные именно методики что интересно заполкастом он какой наверно из них сейчас самый популярно она методика наверное популярных причем буквально но за последние года полтора-два на сильно популярные и в россии то есть в россии буквально 2020 году почему-то резко как-то очень много статей про нее конференции начались я собственно одну из них сходил на knowledge комп а этап как раз про заполкастом сделан небольшой рассказ то есть стало как бы попсовый эта история интересно окей ну и мы собственно своим выпуском мы хотим тоже не отстать и тоже станем сделаем его да сделаем его попсово окей перед тем как мы в общем побежим к settle касту кстати вот по поводу произношения интересно то что если писать по-английски он начинается с буквы z если будете искать там и гуглите это просто вот но благодаря комментаторам на хабре первая статья на которой наткнулся в общем но что еще на хабре может быть первым комментом автор статьи исправили исправляли на тему то что c c первая буква c там это на немецком и так далее в общем подожди если на немецком я был уверен что как-то так произносится ты все правильно сказал в конце но в начале с ц начать красавчик вот так но перед тем как мы короче к нему пойдем я предлагаю немножко про другие подходы и методики обсудить кость какие вообще еще бывает ты сказал то что альтернативы еще какие то есть но тут такая история что все таки методик она идет от такой тупой цели да и если посмотреть на всякие другие способы организации знаний то они чаще всего решают задачу не организации твоей личной какой-то персональной базы знаний да скорее способ рассказать другим людям какую-то информацию та же самая какая-нибудь пирамида ментов это такой тоже подход тому как ты будешь рассказывать другим людям свою идею и сначала говоришь какую-то главную мысль потом ты строишь аргументацию под эту главную мысль потом находишь факты под эти аргументы и там если у тебя есть внутри какая-то такая еще уложенная мысль ты там где такую фрактальную цепочку повторяешь получается такая пирамида но это все равно все еще про как рассказать другому человеку свою идею свою мысль про передачу знаний но не про организацию знаний а есть разные способы и методики обучение да то есть как ты можешь информацию получать и как перерабатывать одна из самых таких мне кажется известных это подход тяга форта а у него есть популярный блог книжки тоже на всяких конференциях про это рассказывается но это способ как бы продуктивного чтения а тяга форта говорит что ты когда какую-то литературу читаешь как-нибудь статью книгу ты если просто прочел ты там запомнил минимальное количество информации нужно поработать над источником сначала ты хайлайтишь большими мазками абзацы где есть для тебя интересные мысли потом ты внутри них еще хайлайтишь конкретные какие-то мысли а потом ты вот из своих хайлайтов второго уровня собираешь себе конспектик переписываешь своими словами и только после этого у тебя получается как бы такие уже переработанные твои мысли на тему какого-то источника и так вот собственно все источники перерабатывать я в свое время проходил курс на курселе learn how to learn и там соответственно да советуем там как раз приводили даже исследование ну как всегда на студентах провели эксперимент и там пробовали два способа обучения первое это соответственно когда студент просто берет читает потом пытается ну через какое-то время там не знаю приходит на экзамен и пытается что-то сдать и в общем его пытаются оценить второй вариант это когда он во время подготовки во время попытки там выучить запомнить этот материал он прочитав пытается взять и воспроизвести своими словами только что изученный материал вот и соответственно вот во второй группе получилось намного лучше за счет того что как раз уже прошел такой один цикл в том числе и попытки воспроизведения информации за счет этого информация переработалась и лучше легла в память ну да как бы твои нейронные связи кажется вот здесь вот нечто подобное когда ты берешь и конспект составляешь ну да да а собственно ну это наверно прям совсем такое базовый механизм про который все знают сто лет потому что когда в универе учились то же самое говорили вы лекцию своей ручкой запишите вот тогда вы запомните и вот все все эти ребята классная и тяга форта и собственно ну мы с своим кастом и даже ричард фейман они про то же самое говорили ты сначала запиши чужую мысль своими словами а фейман даже дальше пошел фейман говорит что ты не просто запиши своими словами ты запиши так как будто ты объясняешь другому человеку если ты в каком-то месте восстановился да вот написал что-то что-то не до конца понимаешь не можешь простыми словами объяснить значит у тебя есть проблемы собственно в понимании иди разберись в этом куске до тех пор пока ты не сможешь прям совсем простыми словами пятилетнему ребенку объяснить сложную концепцию собственно считает что классные лекции они такие классные потому что потому что он объясняет понятными словами сложные вещи потому что мы их офигительно хорошо разбирать то есть этот подход он такой во всех методик господит когда ну это называется продуктивное чтение да ты читаешь и работаешь материалом собственно этому учит мне кажется во всех ну и вера ну да в тех местах где собственно учат учиться да об этом говорят в первом же вот но это все равно все еще какие-то кусочки да то есть про чтение про объяснение а вот именно про организацию база знаний а какой-то прям явно методики нет ну как бы я лично не встречал скорее всего есть просто она может быть не такая популярная как затылкастом затылкастом как часть его популярность мне кажется в том что это достаточно понятный простой принцип и он сразу в одном месте целиком весь записан и для продуктивного чтения и для ведения своих заметок и для синтеза нового контента без этого всего в этом как бы базовый смысл то есть получается то что вот если предыдущие подходы мы они больше такие узконаправленные то циталкастом он получается и такой многофункциональный как швейцарский нож получается да немецкий швейцарский нож но тут же история на самом деле в том что мне кажется это достаточно просто такие пафосные слова что вот организация база знаний там специальная методика на самом деле очень простые и понятные идеи в общем они очевидны и просто они собраны как в одном месте вот и там нет ничего абсолютно нового чего бы мы там в том или ином виде самостоятельно не пытались применять на разных инструментах если это поддерживают то есть когда мы организовываем базу знаний нам что нужно нам нужно во первых как-то структурировать контент который у нас есть и тут у нас грубо говоря есть два способа структурирования либо это иерархическая структура фактера положили а либо это но как бы сказать тематическое структурирование тегами это размечаем и потом это получается вот первое первое что нужно решить таким образом мы будем наш контент в группу складывать а при этом вторая классная фишка закалкации на которой до этого почему-то не часто сквозила в разных методиках все же инструментов она не из коробки не у всех есть это горизонтальные связи между вашими отдельными заметками что вот у вас одна заметка она славится продолжает мысль предыдущей заметки нужно просто ссылочку на другую заметочку поставить и вот не все инструменты позволяет делать удобно и не все собственные методики про это явно говорят что вам такие ссылочки тоже нужны и они важны и не меньше чем иерархическое распадание по папкам либо теги вот это вторая а у меня вот такой вопрос мне просто всегда казалось что теги это как раз вот эти вот горизонтальные получаются такие перемычки скажем так которые позволяют связать между собой заметки из разных папок то есть окей у нас есть такая структура но теги это вот горизонтальные да они в общем не все пересекают это вот скорее вот такая вот история а в сеттл кастане я так понял то что это какой-то не знаю что то в духе какого-то третьего измерения связывания когда мы рандомным образом можем достраивать сильные связи между перемычками вообще случайно ну там где нужно в общем их достраивать ну да ты мне кажется все правильно говоришь то есть минус тегов что они все-таки такие это артиллерия то есть ты одной тегом одним тегом можешь создать 10 разных заметок 20 они вроде как между собой там примерно одно и то же но при этом все таки не все из них там между собой как плотно связаны плюс через теги не можешь семантику связи подсветить а если ты в одной заметке говоришь что вот я в той заметке и ссылка на эту заметку про это примерно говорил но здесь мы на это смотрим другая точка зрения ты еще можешь ссылки просто текстом написать какой-то смысл это очень важно потому что ну это же история про базу знаний долговременно ты через год открываешь заметку думаешь почему они вместе один тегом связаны я уже вот и собственно разница за показана с тем что он не предлагает именно герархию затылка с ним по папкам ничего не нужно там поэтому как раз теги прямые связи собственно современные все эти инструменты введения актива знания знания долг кастами не могу говорить цитата почему это противоестественно мне кажется мне кажется то что это неважно ну типа по-русски вообще ну мы же как мы все но тип того да надо всегда говорить что это вольно русская транслитерация я всегда этим отделываю если никто потом не пристает да язык принял вот так это слово и в нем в этих инструментов современных ты просто в одну папку пройдешь заметки эти плоские фиски лежат потому что связи между ними на семантике а как они по папкам возложены ну не важно это просто нет организации а нам сейчас он не нужен у нас файлы системы просто я вот когда ознакомился с основной идеи задолкастона у меня возникло такое ощущение что основная как это ключевая идея в том чтобы когда у тебя возникает какие-то условно мысли о том что связаны связаны по сути мысль ты из нее собираешь заметку и когда ты задумываешься каких-то линках ссылках и всем остальном так же как у тебя они в голове прокручиваются ты вначале подумал об одной идее потом у тебя моментально всплыла как следствие вторая идея если у тебя вот вот такая вот логическая цепочка в голове прокрутилась тебе немедленно надо взять эту же самую связь оформить там физически внутри задолкастом ну да вот и собственно популяризаторы вот этого всего говорят что это такой меж дисциплинарный чувак и вот он все рассказывал что что в том числе это его методики за полкастона на этом эти междисциплинарные связи увидеть что оказывается там с точки зрения биологии с точки зрения биохимии эта штука это в общем то одно и тоже просто они называют разными словами такое ты увидел по своим связям и такой классно пойду статью писать и собственно этих статей он там написал какое-то безумное количество считает что он очень такой продуктивный был ученый а и книжек полно и статьи полно вот в том числе и за это можешь пожалуйста как адепта за только стена рассказать насколько часто вот эта история про second brain срабатывает именно в твоем случае когда тебя там не за прямо синяет что вот эта же инфа есть где-то в моем внешнем хранилище бежишь смотришь достаешь типа разовые истории или прям постоянно каждый день вот все время между какой-то междисциплинарность отлавливать да я про это думал но теперь она вот на это смотрю в любом наверное контексте когда ты обращаешься к этому второму мозгу не для того чтобы положить туда информацию для того чтобы вытащить что-то а вот это очень не очень классная тема мне конечно очень важная потому что вот все эти базы как бы знаний все она бесполезно если ты этим собственно не пользуешься да если просто так варежки какие-то вещи а и и все они там лежат то же самое как у тебя там каталог твоих ссылок в кроме да их 10 тысяч штук или какие-то там разложено по этим папкам ты-то никогда не пойдешь ты открываешь google и будешь снова искать потому что я называю такой цифровой антресолью да 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 это называется что-то моим коллектор спеллеси типа такое проклятие собирают коллекционера фишка почему ну минут это все было нужно и почему взлетела он же ученый он его основная работа писать статьи а статьи ты пишешь как раз вот на основе какого-то материала у него там этот материал копится поэтому он им пользовался потому что это был основной способ его работы он на основе этой базы знаний статьи писал а статьи писал постоянно потому что он ученый вот поэтому это ему нужно если же вы этим контентом не пользуетесь у вас нет какого-то именно писательского активностей то шансов что вы будете там что-то пересматривать ну сильно сильно меньше потому что ну какой у вас повод так пойти почитать что-нибудь на какую-то тему среди всех ваших заметок но если только в эту тему если она стала внезапно нужна и такое ну такое бывает то есть ты там взял какой-то новый проект там что-то прилетело ты про это раньше может быть слышал края муха немножко разбирался и за тут свои заметки поднял а и собственно по ним как дальше уже начал копать вот тут полезно плюс а еще я вспомнил такой пример на по-моему прошлогоднем knowledge.conf рассказывал григорий петров про свой инструмент ведения заметок он и называется кси по моему он сделал очень похожую штуку то есть там такой же примерный подход с тегами с прямыми ссылками что очень важно а он это сделал виде плагина для его исхода своего там со своей разметочкой удобно типа чем все остальные как он читает реально прикольно что может смотреть хоть и опять ниши и он говорил что эта штука ему сильно помогает когда он но он знает много языков программирования когда он решил вспомнить снова какой-нибудь старый руби которому написал пять лет а он свои заметки корове быстренько все поднял они пробежался по этим ссылочкам и типа там за два вечера все вспомнил и снова нормально пишет на руби ему нужно открывать какие-то мануалы и смотря что начинать то есть как бы восстановить какой-то кусок знаний которые ты раньше разбирался но не пользовался очень тоже удобно вот такие истории для меня на самом деле они выглядят супер вырожденными почему у тебя один раз жизни появился вот такой вот кейс когда тебе надо было вспомнить руби ты такой блин боже мой у меня же есть личный репозиторий знаний пошел вытащил оттуда всю эту инфу хотя с такой же долей успеха ты скорее всего может быть нестакойно с чуть пониженной эффективностью за три бы дня ты сделал бы то же самое пройдя любой интерактивный курс по руби в интернете поэтому меня как раз вопрос вот ровно к твоему опыту вот расскажи прям про себя как ты вот с ней сейчас взаимодействуешь своей базой я несколько здесь все-таки не совсем наверное релевантный случай потому что я все еще пытаюсь это там научную работу там не активно делать то есть это статейки одыравчивую иногда тогда пытаюсь это делать поэтому я не обращаюсь в том числе за какой-то академичность да но в принципе если вы пишете в блог например отличный способ как-то переиспользовать синтезировать новый контент на основе слова старого смысла ты как его наружу отдавать собственно креативить написать блог писать для нибудь какие-нибудь форму статьи на камера там я не знаю что угодно и вот для этого использовать плюс а мне помогает еще часто в работе ну я как менеджер да я все-таки очень часто там текст какие-то себя извергаю как мы будем организовывать наши растопии да какой-нибудь кайдлайны по как у нас будет ну открываешься свои заметки собирал там со всякими по строксами проблемами подходами где рпс лучше там возможно воткнуть и поднимаешь собственно информация из них там себе пишешь статью в конфлиенте как у нас будет то есть вот для этого полезно если вы синтезируете какой-то контент на основе любой контент на основе вашего знания она нужна если вы ей не пользуетесь ну как бы тогда и не нужна очень логично мне кажется но вот в истории что типа я раз в месяц открываю свою всю базу знаний я все перечитываю чтобы как-то синтезировать новые мысли в голове это нужно вот мне кажется железная дисциплина человек окей мы же еще просто начали все с истории про продуктивное чтение вот с этого метода прочитал что-то запиши и запомнишь лучше получается есть все таки еще вот такая вот то же самое то есть ты же прочел книжку даже если ты сделал из нее конспект и положил на полку никогда больше не открыл как молодец да ты скорее всего запомнил получше потому что в процессе конспектирования там нейронные связи образовались но прямой профит от твоего конспекта но у него нет он опосредованный то есть сам факт в описании конспекта он тебе помог но сам конспект после этого тебе не нужен просто вот у меня ссори что вот на этом зациклился хочу сейчас разобраться да и пойдем дальше я просто не могу еще для себя вот это разложить ты по сути сказал сейчас тезис что если вы не занимаетесь писательской активностью скорее всего такая база вам не нужна я сейчас просто пытаюсь это приложить на свой опыт я читаю довольно много книг но я их читаю не для того чтобы синтезировать их идеи в виде какого-то самостоятельного произведения я читаю для того чтобы сформировать у себя какие-то новые ментальные модели запомнить да про какой-то принцип и когда мне я чувствую вот не знаю я работаю работаю работой вдруг понимаю что вот я столкнулся с бизнес-кейсом каким-то где супер будет применимо исследование про которое я где-то когда-то что-то слышал читал и я понимаю что вот эту модель я могу тут применить и иду роюсь пытаюсь ее найти вот коррес вот а вот мне как раз когда я задавал вот эти вопросы мне было интересно понять насколько вот насколько жизнь человека обладающего таким крутым репозиторием знаний по затылка стану отличается от моей жизни я обычно сильно страдаю пытаюсь вспомнить где это слышал найти какие-то референсы вспомнить какие книги я мог про это читать оттуда вытащить с другой стороны там есть ты у которой есть вот такая классная база знаний хотел понять стала ли твоя жизнь от этого лучше чем моя вот кажется смог выразить да я понял собственно да ты очень правильно подвесил эту проблему единственное что мой тезис скорее стоит немножко скорректировать а не обязательно прям писательством заниматься каким-то вот именно синтезировать да то есть если ты вот это вспомнил а потом написал письмо своим коллегам поэтому бизнес-кейсу ну ты тоже как бы синтезировал какую-то информацию но если ты этим не занимаешься если ты это просто пассивное чтение да который потом не использую для пассивных типов мышления то не сильно будет полезно а по поводу стало ли как лучше жить ну в целом да потому что история типа я забыл чего-то стало как бы менее частой плюс психологически проще учитывая что если мы с вами оставляем какие-то миллиарды заметок точнее миллиарды букмарков в браузере думаем в сторону баз знаний то скорее всего есть какой-то пунктик на эту тему и какая-то вот такая наличие такого инструмента пунктик немножко снимает что я вот не забуду очень важно я это записал заметочку если что вдруг когда-нибудь я вспомню скорее всего никогда не пригодится но сам факт он тебя успокаивает привет а что еще да ну и действительно какой-то тему поднять разобрать бывает полезно и иногда реально прикольно так ты смотришь ну и заметку там не будешь на данность темы как блин а вот хорошо же мыслил вот сейчас я уже на эту тему статью конкретную прочитал там тоже самое как будем с вами то есть я был прав просто это вот можно еще смотреть это прям прям прикольно и я в последнее время последний год до пандемии интересно я стал кататься по всяким конференциям выступления по разным темам а и готовится таким пресса сильно проще потому что во первых темы для конференций легко придумывать заметок и скорее всего такое относительно интересно где-то там либо прочитал либо откуда там из двух источников вместе синтезироваться и и теперь может про это как-то интересно сказать поэтому есть темы для рассказов то есть время работы со своей базой знаний и перейдешь такие вот интересные мысли проскальзываешь ты их запоминаешь только меньше одним тегом по потенциальной теме конференции потом видишь анонс какой-нибудь анализ дайс открываешь такое хочу могу рассказать вот у меня списочек вот кажется эту тему можно копать начинаешь копать плюс вот вторая фишка а потом красный по которым мы подальше поговорим а он удобен как раз для собственно синтеза драфта статей конференции выступлений поэтому ты так берешь и из своего набора заметок практически сразу получаешь драфт будущей статьи выступление чего еще и его там потом мясо дополняешь немножко причёсываешь и получаешь готовую штуку то есть у тебя снимается эта проблема белого листака ты сидишь такой думаешь что же начать вот сейчас уже конспект начинать вот в этом плане удобно я отвечаю на вопрос егор добавлю что я замечаю такой эффект что то что было занесено в заметки если заметки действительно были оформлены хорошо то чтение их занимает сильно меньше времени то есть ощущение как будто берешь просто открываешь у тебя моментально как будто бы не знаю подгружается из долгосрочной памяти в оперативную и все ты можешь бежать к следующей заметке то есть реально пробежаться по этим заметкам занимает сильно сильно меньше времени но потому что у тебя эти все нейроны нейрончики уже выстроились ну вопрос просто в том насколько часто ты по этим заметкам пробегаешься потому что вот если ты там надрачиваешь их дизайн и оформление для того чтобы один раз в жизни вот как случай гриша себе облегчить возврат к рубе и на самом деле не знаю может быть гриша к рубе возвращается каждые две недели если что гриша да вот смотри еще такая тема что если ты какой-то одной сфере там хоть одного давно сидишь ты мне все знаешь что возможно тебе нет смысла дату и так очень хорошо плаваешь если там периодически чем-то еще интересуешься вот ты разработчик такой бац пойдем-ка я повещаю чем про x или тебе это там большая новая отрасль и чтобы в ней просто не совсем не закопаться даже понятно в какую сторону копать кучу источник какие-то люди и авторитеты не знаешь все говорят как это все структурировать можешь потихонечку это все начать уже выстраивать знание потом ты видишь паттерн а что эти все книжки они управляют эту штуку эти все люди они про это рассказывают их на что надо в эту сторону копать то есть тебя не какое-то такое облако непонятных идей мысли но опять-таки скорее больше психологическая история окей я предлагаю тут немножко как это отойти и обсудить вообще такую небольшую историческую справку откуда пошло это все и фамилия у собственно автора этого подхода луман да николас да николас луман если опять правильно к нашу немецкие слова что маловероятно он собственно немецкий немецкий социолог жил в веке умер еще а и он как я говорил очень такой считается продуктивный чем он стал безумное количество книжек и еще больше статей а плюс опять междисциплинарных в том числе а вот у него был такой его подход который со временем который со временем выстроился затылка статал кастом это ящик заметок просто его если что-то такое да собственно он писал небольшие заметки когда это еще все естественно ламповая аналога аналоговая прямо вот карточки и они небольшие потому что карточки но при этом он их структурировал у него большой ящик собственно заметками которые от которых он их правильным образом раскладывал то есть он им давал сами идентификаторы там через точку несколько символов чтобы их можно было это практически аналог тегов того времени плюс чтобы можно всегда найти кто-то мог сослаться на заметку 25.b.17.c и ты мог легко своем ящик понять где-то штука лежит и собственно по моему ящику тоже по темам и он эти заметки писал правильным образом маркировал раскладывал и в них как раз давал ссылки на другие заметки которые он мог легко найти потому что у него была эта хитрая система нумерации вот и его идеи так очень хорошо прижились потом его активом даже оцифровали можно найти в интернете вот его изначальные заметки немецком и сейчас это такой как бы цифровой хайп цифру реализовали достаточно давно там идет достаточно давно и сообщество которым занимается и вот последние годы появились инструменты если это прям завертело собственно весь подход он на этом устроить у тебя небольшие конспекты чего-то да у тебя есть маленькие атомарные заметки которые ты можешь в тему сгруппировать сейчас это значит поставить так говоря и которые ты можешь между собой связать из одной заметки можешь словами с понятным описанием ссылки послаться на другую заметку так как они у тебя небольшие поэтому тебе это делать удобно если бы ты делал один конспект не знаю по какой сложной книжке в которой 500 разных мыслей то тебе потом со второго конспекта большой конспект конкретное место делается тяжело большие получать эти мысли маленькие там армии получать более гибкий граф и ты вот как раз видишь тонкие какие-то взаимосвязи между мыслями большими кустами информации оперируешь по голову заветом 5 разных мыслей ты видишь три из них уже в общем-то имеют смысл там совершенно другой теме на них можешь сослаться они возникают проблем как раз вот из-за вот этой сильной связанности что мысли там идеи вокруг одной и той же области они ну очевидно они все примерно про одно и то же из-за этого не получается что слишком много связей и в итоге ты теряешься в плане того куда перейти дальше и там какие-то заметки даже превращаются больше в какой-то типа аля такого оглавления по теме а вот данная фишка что вот у собственно ломана была еще был очередной тип связей то есть первый тип связи это как раз аля тегами второй тип связи это прямые ссылки а третья штука это как раз то что называется аутбайны как раз заметки конспекты которых самого контента нет но они у тебя группируют другие заметки не повод как бы пир-ту-пир да не 2 1 другой не как-то в целом они все про вот это это через так а именно тематически то есть ты говоришь что вот у меня есть тема не знаю какая-нибудь молекулярная биология вот там есть такие большие разделы вот про эти разделы у меня есть такие то есть ты как бы свою книжку большую пишешь конспект оглавление и тем самым тебя получается еще и третий способ связи это не просто тематически да а смысла структура а чем это от папок отличается то есть мы папки же можем тоже так и организовать по сути не по сути ничем то есть но в парке тебе тяжелее я думаю порядок выстроить и пошел перименовывать свои файлы 1.2.3 . чтобы они в правильном порядке выстроились плюс проблема в том что в чем минус папок они у тебя они съедают контент не можешь контент положить две папки сразу значит это ты положила в руку в одном месте хотя у тебя это заметки имеет смысл и в этой теме и в той теме и в одном конспекте и в другом конспекте потому что это самая междисциплинарность и папка это сделать не сможешь ну конечно может бублика сделать да поставить копию алиасов это все но это какой-то совсем неудобство полное вот поэтому фишка том что у тебя есть атомарные единицы контента которые потом по разным можешь использовать связать тегами связать ссылками связать конспекты ну и там есть хитрости типа конспекта второго уровня ты делаешь из конспектов монографию то есть конспект конспект ну аля там а не знаю молекулярная биология еще биологии в целом типа биология и все что я знаю про биологию и вот там у тебя но это уже мне кажется редкий кейс и действительно готова занимаешься научная работа у тебя куча информации не не потеряться там и стали быть в каком-то острие ты все время этим это твоя работа потому что у нас на нее контент делаешь тогда да есть смысл но банальном таком примитивном уровне прямые связки и конспекты я вообще когда знакомился с темой читал встретился с такой критикой подхода и критиковали конкретно айдишники которые вот заводил автор этого подхода там с айдишниками какая история там из-за того что он вел это на там бумаги он соответственно там проставлял индекс то есть там вот первый первое число до точки они были пронумерованы 1 2 3 4 5 6 7 и так далее и в какой-то момент необходимо было взять и вставить куда-то в середину дополнительную но сделать дополнительное ответвление дополнительную веточку понятно что ты не можешь взять и переиндексировать их вот так вот на лету потому что у тебя но это слишком дорого будет если говорить про бумагу соответственно там приходилось заводить точку и дальше вот это ответвление фигачить в итоге получалось не очень удобно и вот собственно критика была в том что у самого по себе вот такого оригинального подхода у него есть с точки зрения цифрового мира есть не знаю атовизмы какие-то ну в общем то что сейчас устарело то что сейчас не имеет никакого смысла ну это действительно так и ну а понятно именно технические ограничения библиотечное дело такой шкаф настоящий а собственно никто сейчас цифре этой не пытается я понимаю повторить инструмент который я видел какие-то не используете рекомендуют либо вообще без без индексов пишите статьи но считается что потенциально это где-то можешь одно и то же название там дважды вбить без заметки на кого будет называться очень хорошо а плюс еще бы неплохо немножко мета данных иметь а саму заметку поэтому очень часто все эти инструменты и номер примеры они предлагают ввести этим самым индексом просто таймстэмп год премьер год дата год месяц дата перед наш перед названием так ты можешь листать еще смотреть как у тебя там еще хронологически нерезги там вот но не обязательно использовать то есть я почти что я очень часто забиваю и собственно не ставлю и правда скриптец который автоматически проходит это оставляет название но это тоже не обязательно сейчас все решается уже автоматически и теги можно провести как мы хотим и ссылочки удобно ставить чтобы найти у меня есть команда не нужно искать деревянный окей что я предлагаю двинуться к следующей части и в ней обсудим сложности с которыми мы сталкиваемся когда создаем собственные репозитории знаний введем там собственные заметки и здесь егор тоже не стесняйся в общем врываться рассказать свои кейсы где у тебя что не сработало я начну наверное со своей боли у меня какая история то что я пробовал разные там способы разные инструменты там в самой первой итерации у меня были просто маркдаун файлики в дропбоксе которые лежали просто по папочкам фактически то есть там даже толком тегов нормальных не было это было не очень удобно и там была ключевая наверное такая проблема и сложность в том что да тебе надо что-то найти да я могу взять и гребнуть эти файлики и найти нужный но была проблема в том что по сути для того чтобы можно было нормально этим пользоваться надо было целиком видеть всю структуру потому что я периодически ловил себя на мысли что у меня были похожие мысли и но они лежат ветки которая потерялась который я забыл где она находится и в итоге какие-то даже там наборы мыслей какая-то структура она повторялась в каком-то другом месте и в итоге оно получается вот росло какими-то иногда в общем инфа дублировалась вот это было не очень круто не очень удобно кажется вот судя по тому что мы обсуждали право заталкастан оно должно было порешаться вот в момент когда я осознал что у меня инфа задублировалась мне надо было получается или связки проставить и оставить всю неповторяющуюся информацию или соответственно но там удалить удалить просто лишнюю если она повторилась целиком ну да ты можешь найти например старую заметку не что-то новое написать немножко мысль по которой тебе сейчас пришли в голову эту тему можешь сделать новую заметку связать со старой сказать что вот это такое развить но тут есть гибкость как удобнее так и лучше то есть тут как бы именно фишка в том что ты можешь как будто бы проще найти нужно тебе информацию от нее пойти куда-то дальше у тебя есть такая достаточно сильная связанность через теги которым ты можешь ну хотя бы так ограничить область поиска твоей заметки примерно помнишь про что на тег 1 тег 2 вот вроде нашел а вот тут можно копать если осталось три штуки встречи одной из них это она плюс ты можешь пойти из какой-нибудь темы которые ты точно знаешь что вот она про это и там по ссылкам попрыгать так и скорее всего там примерно до того места дойдешь а ну и сейчас собственно со всеми этими современными классными инструментами прочим можно граф прям построить ну и никто не мешает погребать вот и что удобно это все достаточно плоская структура поэтому нет такой проблемы что ты вроде как всю свою папку там посмотрел на 100 заметок да но нужно не нашел потому что она находится в другой парке на 3 иерархии выше и на на 2 там наверно на две ветки вниз вот а тут у тебя в общей плоской списке в нем попроще нет такого что ты забудешь у тебя там папка в которой еще но вторая проблема с которой я столкнулся ты как раз до формирование этой структуры и здесь действительно прям теряешься положить в эту папку или в другую по какому принципу организовывать папки и иногда бывает такое что ты завел папку а потом такой блин лучше бы это был тег вот и вот начинается перебалывание этой иерархии да вот собственно такой известный клевар что удобнее и лучше организации информации а иерархические папки вот собственно теги там есть аргументы за аргументы против на тем можно посмотреть в интернете куча статей и так далее но с моей точки зрения все-таки и я вот как раз на стороне любителей тегов что папки они тебя ограничивают они действительно тебя просят чтобы ты сначала показал структуру то есть ты уже должен знать иерархию чтобы сделать правильную структуру папки значит он теперь это дело мучительно то есть это перекидывать искали фазаре а а теги не говорят наоборот что ты еще не знаешь какую-то тему да ты не знаешь там правильную структуру знаний поэтому ты начинаешь что делать просто фиксирует связывая теги потом если что-то их мощный куб менять у тебя сама по себе собственно эта структура в итоге сложится плюс как я говорил одна из проблем папок что они ну то есть ты можешь положить заметка только в одну папку технических ухищрений ухищрений типа сим линков или там или алиасов у тебя только одна папка только в одну папку это заметка это собственно ограничивает возможность найти какие-то мысли которые сразу в две ветки дерева твоей базы знаний могут попасть но при этом у тегов есть действительно минусы и мне кажется минус скорее больше технически которые тем более еще можно порешать первый минус то в том что теги они критичны к названию то есть если ты например в одном случае напишешь data model да через нижнее подчеркивание а во втором через дефис а в третьем слитно это три разных тега все привет ты как бы потом будешь думать а почему я даже помню да это моду была знала статья диана нету там не потому что там через дефис а это это проблема да такая техническая тут в принципе помогает автосаджест по этим самым тегом начинающим сайдейт и он тебе все варианты ну там нашел первый минус второй минус это вложенный стайдер когда у тебя там есть какая-нибудь тема в подтеме папка под папке а с тегами то сложнее ты не можешь сказать что у тебя там ерди это тег ерди должен быть внутри тега дейта модал некоторые извращаются тип от этом делают отдельный тег дейта модул слэш ерди ей собственно им там метят но это какое-то там дикое извращение у тебя появляется куча разных тегов которые бы как бы между слов связан а но это опять-таки техническое ограничение и она во многих инструментах решается есть такая классная классный механизм который называется смарт папке а это фактически просто сохраненный поисковый запрос то есть ты говоришь что вот в эту как бы папку я хочу положить все заметки с тегами таким таким и таким но не исключая вот такой тег и у тебя как получается такая точная группировка при этом а туда может например положить теги с опечатками да у тебя будет какая-нибудь смарт папка все про модели данных и туда положишь тегами дейта модул за это подчеркивание модул энергии там чего угодно и вот она у тебя как автоматически будет группировать какую-то бы папку но на основе тега вот действительно хороший удобный инструмент он решает много проблем технических с тегами оставляя все их привычки очень классно и это гибкая история то есть ты по мере там разбирались в какой-то теме можешь понимать что ага дейта модул оказывается относится еще вот этот тег я про это никогда не думал но теперь я понимаю что это тоже про вот это открываешь собственно твой поисковый запрос ты его дописываешь у тебя теперь еще вот приросло и таких соответственно таких вот на папок у тебя может быть много и в них могут дублироваться заметки ну и получается они создают структуру именно с точки зрения тегов иерархию точнее тегов да да ну и и ты можешь тоже делать вложенными то есть у тебя там например есть какой-нибудь есть смарт папка внутри которая еще одна смарт папка и фактически тебя просто под запрос внутри того самого запроса лежит достаточно так организовывается но и там всякие фишки что логические истории и или встречающие или вот это все гибко я вижу то что ты из школы тегов с точки зрения там как это физически у тебя на диске лежит у тебя получается здоровая папка в которой навалены все 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 заметки если мы говорим про заметки да собственно тут два способа сейчас современный это штука привязанная конкретно к инструменту типа там есть такой инструмент он внутри себя собственно по-моему все хранит веб-сервис как workflow и ну вот внутри у него какой-то его там базе данных это все лежит модные стильные молодежные все ребята говорят что наше все это маркдаун вариациями поэтому у нас общий стандарт собственно хранение заметки это просто папочка в котором мы на файлике плоский а вот сверху все что есть это теги ссылки там графы и прочее рисуют конкретный инструмент основе этих данных при этом ты можешь легко иметь инструмент например поработал в обсидионе он надоел открыл какой-нибудь ps-код с плагином там собственно с теми же самыми заметками точно также поработал надоело открыл комитет архив поигрался в игру нужно осталось на фонт-инструменте они все работают с одной и той же базы знаний потому что фактически такой общий формат данных макдаун файлики пост парк ну и все фишки типа удобная синхронизация хочешь в гид положи и комитет да и так если заметочки хочешь dropbox icloud синхронизация плюс макдаун сейчас поддерживается кучей разных инструментов поэтому писать его можно хоть именно хоть ставку удобно вот я я за второй подход на действительно папочка очень окей круто понятно тут я не знаю для наших случаях расскажу я просто может показаться я рандомно накидываю какие-то на проблемы и так далее тут у меня получается сейчас в качестве репозитория notion вот и я уже сейчас смотрю ты любишь подождать пока страничка каждой загружается это правда это правда вот поэтому поэтому я вот сейчас в поисках того что попробовать и вот сейчас я пробую obsidian в частности в частности да его используют для того чтобы вести заметки по книжкам которые читаю и я на этом поиграюсь и потом посмотрю может быть в том числе и рабочие заметки тоже туда перенесу вот поэтому те вот как-то пункты которые сейчас накидывают наверное проблема с которыми я столкнулся я хочу убедиться что settle custom будет прекрасным решением всех этих проблем егор давай слушай а вот кстати расскажи тогда ты тоже про свой опыт расскажи как тебе вообще этот эксперимент оформлен я вот сейчас поясню контекст к этому вопросу дам я вот сейчас слушаю вашу вот эту длиннющую дискуссию про умные папки дерево тегов супер все вложенное такое просто космос и понимаешь что типа кажется здесь нужен продуктовый подход когда ты очень четко понимаешь какие у тебя есть более понимаешь свои сценариус он говоря сам себя поинтервьюировал и придумаешь какое-то минимальное решение самое самое базовое простое которое ровно эти боли закрывает и только потом когда ты в нем уже уверен что это mvp у тебя работает и начинаешь из этого слепить такой рабочий кор какой-то а сейчас кажется наоборот вот я услышал что ты сказал что ты бросился какой-то сложный комбайн сразу применил к задаче которые еще не четко обозначены ли я ее по крайней мере не услышал поэтому не интересно тебя по челленджить и понять какую проблему ты решаешь и собственно почему ты думаешь что это подходящее решение да ты ты все правильно вообще мне челленджишь те проблемы которые я вот сейчас до этого перечислил да я там без конкретного контекста но это то с чем я столкнулся чего есть уже сейчас страдаю при формировании своей базы наверное здесь тогда для контекста надо рассказать о том как я использую я получается использую для того чтобы но у нас в целом тут у есть система с написанием отчетом по книгам там с премии вот этим всем вот моя любимая часть да и соответственно для того чтобы мне кажется она классная полезная тем что ты не просто прочитал книжку и все забыл а ты написав отчет ты формируешь и там по книге рефлексируешь подбиваешь основные знания основные инсайты с которыми ты познакомился то есть он в целом небольшой но он тебя заставляет там есть прям такие структурированные пункты чем понравилось чем не понравилось что она в не знаю в твоем мировоззрении поменяла и посоветуешь кому-то или нет если посоветуешь что там в каких условиях кому и так далее то есть относительно несложные такие вот пункты и вопросы они заставляют рефлексировать по поводу книги и в итоге как-то это заставляет как раз вот тут вот взять воспроизвести основные там идеи мысли и лучше запомнить содержание книги это вот один из таких больших кейсов второе то всякие менеджерские заметки типа там карточки сотрудников для подлодки крю я соответственно введу там основную инфу чтобы она мне не терялась и так далее вот как раз у меня по поводу крю наверное есть проблемка с тем что с точки зрения структуры на общем не очень хорошо укладывается потому что есть некоторые вещи которые там по работе основные идеи мысли и они их одновременно хочется взять и уложить использовать там в там в подлодке в подкасте или соответственно для крю и тегами оно не очень хорошо решается потому что тут ты не будешь делать тег для того чтобы сделать связывать между собой две заметочки а зачем тебе вообще там структура и теги собственно какую проблему ты все-таки решаешь ты пока рассказал что у тебя есть основная проблема основная проблема с которой наверное я сталкиваюсь как раз и мне кажется она такая в принципе одна из самых главных проблем всех репозиторий в том что писать легко читать сложно и потом ориентироваться сложно вот и то есть те пункты которые я уже перечислил то что тяжело ориентироваться то что теряется и когда ты начинаешь по новой брать заводить информацию блин я уже не помню я это записывал уже это куда-то заносил фиксировал или я просто об этом подумал вот если ты делаешь относительно много заметок потом ну и у тебя не дается быстро там поиском найти их то она может потеряться и ты потом берешь находишь там условно идея одна и та же и находишь заметку просто близнец мне кажется здесь у тебя две параллельные истории относится на это действительно как будто бы хочешь какую-то базу знаний да из каких-то мыслей как их переиспользовать разных местах туда возможно можно возможно есть мысль смотреть всякие такие достаточно не супер простые простые они трудоемкость инструменты а другая часть что у тебя есть какая-то просто нужда в организации рабочей информации там про файлы сотрудника какие-нибудь календарь и заметки дел вот тут очень нужно за трудасты на эту прямо из пушки по воробьям тут тебе нужно просто ноушен вики конфлиенс ссылками без района как ты будешь там это все вести вы там не потеряете стоит вот как раз да и если так говорить вот с рабочими заметками проще всего потому что у них очень четкая структура и там дерево хватает за глаза и тут это атомарность нужна фишка за толкас на том что небольшие отдельные мысли ты из них потом формируешь какое-то общее внимание а здесь тебе вот ну это будет вместо трех статей в конференции будет 30 расскажут что это дурак или всем усложняю ощущение потому что это же сволочь еще и грузится долго они конференции там по ним еще будешь долго ходить по этим статьям поэтому профит не очевиден тут просто бывает бывает такие вещи то что у нас в том числе есть внутри гильдии тем ледов и некоторые мысли которые возникают именно по работе прям конкретные кейсы которые хочется подумать из которого ты делаешь некоторые выводы ты в конечном счете хочешь как-то переварить и превратить во что-то такое и в этом случае а если ты будешь это сыпать в строгую иерархию с там со всеми остальными такими довольно техническими заметками то она тоже будет там теряться но тут я бы я бы сказал что вообще отдельная тема про организацию корпоративного корпоративного база не не это именно для меня локально для того чтобы взять и на выходе выдать какую-то не знаю там историю тему для обсуждения еще что то то есть это не то что я хочу в явном виде взять и пошарить наружу из из просто меня смучает что ты сейчас в рассуждениях просто может быть я тебя плохо слышу у тебя очень смешивается из кейса ты говоришь что у тебя есть мысли над которыми тебе хочется подумать их проработать это кейс написать пока ты пишешь какую-то заметку ты это осмысливаешь и в голове короче идею пережевываешь но а потом говоришь что мне надо писать поэтому мне нужны теги типа у тебя я не вижу здесь логической связи зачем тебе система поиска по материалу который тебе нужен только для написания ты расскажи про кейсы когда и как часто ты хочешь к ней возвращаться перечитывать или ее находить я вот тебе теги для этого нужны они для того чтобы ее написать ну вот вопрос да то есть именно поэтому я вот сначала искал продуктовый подход какие у тебя есть из кейс если написать то теги тебя для написания нафиг не нужны ты можешь написать жечь листик и выкинуть не ну почему у меня короче чтобы ты понимал те отчеты которые я пишу это не просто какой-то краткий пересказ это набор мыслей идей то есть у меня часто бывает такое что когда я беру и пишу отчет по одной книге я даю референсы на другие и даю иногда как это из двух идей из идей из двух разных книг рождается какая-то третья которую я соответственно беру и оформляю в этом отчете ну то есть и вот как раз взять и что-то такое было еще и там и я хочу это завязать я чувствую то что здесь есть у них какая-то связь вернуться туда это бывает полезно вот вот это на самом деле хороший кейс если тебе это постоянно то вот это в моей голове прям зателькастан отлично подходит но опять же это что же кажется но все равно зателькастан какой-то довольно большой оверхед из того о чем кости уже нам рассказал нужно понять насколько у тебя короче насколько часто у тебя возникают такие кейсы и насколько действительно этот оверхед будет оправдан чтобы связать две мысли из двух книг ну я скажу то что я готов за это платить за то чтобы взять и синтезировать новые идеи которые у меня рождаются это мне кажется того стоит но и тут еще вопрос насколько ты собственно часто этим занимаешься то есть насколько ты много материала читаешь постоянно ну я минимум я минимум по книжке в месяц поэтому там суммарно нормально особенно если какие-нибудь но не совсем водянистые вещи да которые там жал и оставляют сам три мысли а читаешь какую-нибудь внятную техническую литературу и там внутри прямо у тебя десяток причем ты видишь что ага вот это вообще вот вот там и там можно применять просто вот здесь удобно а вот заметки пойти не забыть либо купить ну да вот у меня у меня тут наверное еще такой момент был раз уж начали обсуждать там проблемы с которыми сталкивался какое-то время у меня получалось я использовал ноушен полноценно как раз вот там для технических заметок рабочих и использовал там собственно тудуиста для того чтобы брать и там задачки себе вести и у меня иногда получалось что и были какие-то мысли которые мне нужна эта мысль мне нужно очень ограниченное количество времени то есть условно мне надо ее взять и там сохранить до какой-то или встречи или еще чего-то непонятно куда ее было сносить иногда ее просто закидывал просто в список задач и она у меня просто в нужный день подсвечивалась и типа вот надо выполнить задачу вот держи там в комментах есть некоторый контекст все это можно на самом деле там ну ну да но в каких-то случаях она получалось что эта мысль а мне нужна была дольше вот и в этом смысле ты галочку закрыл задачку закрыл у тебя контекст вместе с ней уехал и этого переставало хватать ну здесь собственно мне кажется как удобнее просто поступать вообще если опять этот указ навернулся очень многие рекомендуют работать через inbox точно так же как и бдд а ты сначала своими некий буфер кладешь и там в том числе и купить хлеба да и внезапно я понял что юзкейс моделинга можно применять потом ты его регулярно твои бокс просматриваешь и это такие вот как ты говоришь временные истории которые тебе больше нужны ты их из буфера просто выкидываешь и собственно все больше нет а то что полезное ты немножко еще до оформляешь возможно как раз вот тут вот ставишь теги поставляешь связи и кладешь свою базу знаний бэзин боксов постоянно переместим вот а все остальное там отсеется и тут вопрос как раз дисциплины самое тяжелое самое сложное неприятное в день и всех баз знаний и как собственно в том же самом подходе личной эффективности в том же самом get things done это дисциплина ты должен регулярно вот этим заниматься требует времени это нудно регулярные боксы просматривать или регулярные теги ставить обрабатывать иначе у тебя потом этот бокс разрастается 50 заметок ты так не смотришь и думаешь пойду-ка я еще чем-то занимаюсь не хочу поэтому как бы регулярность дисциплина вот во всех во всех этих методиках абсолютно не значит что лукавском чтобы еще она вот основа того что это будет прям хорошо работать эффективно пока нет участия здесь приходится работать то есть если если формировать базу знаний при этом вот этим нужно заниматься она сама не очень так я егор ты тут уже успел всех по челленджить мне кажется настало твое время настало время тебя челленджить ты меняешь в общем софтину как перчатки где-то раз в год системы ты скорее всего с подходов тоже там прыгаешь еще чаще наверное давай рассказывай тебе зачем нужно и сейчас мы будем челленджить и в конце выпуска со слезами на глазах удалить в общем все все что у тебя есть да у меня история развивалась довольно просто начал я в универе наверное вести какую-то базу знаний это был верноут она мне тогда была нужна я там только-только начинал работать разработчиком полноценно собственно там быстро скакал между стеками пытался выбрать то самое чем хочу заниматься и собственно мне нужна была база знаний что просто упорядочить какие-то свои мысли сделать какие-то записи потому что тогда я еще жил в парадигме того что интернет штука не вечная короче оттуда в любой момент может все пропасть черт его знает короче непонятно да и собственно доступ в интернет он тоже непостоянный в основном работал в офлайне собственно у меня жила жил с верноутом в какой-то момент прочитал статью про то что любую понравившуюся статью нужно сохранять веб-клипером в верноут чтобы тоже можно было к ней вернуться героически сохранил не знаю несколько тысяч статей потому что тогда очень много этого дерьма читал и в итоге но не пригодилась один раз в жизни когда я завел свой телеграм-канальчик и начал туда постить эти статьи мне стало очень удобно я просто разбирал этот список и туда постил так набрал там сколько-то тысяч подписчиков очень полезно было да потом ну что еще бы верно у тебя держал точно так же всякие рабочие штуки всякие там agile резалтсы цели ставил личные карточки сотрудников бла-бла-бла вот это все потом понял в какой-то момент что верноут мне просто нафиг не нужен потому что я им как базой не пользуюсь попробовал посидеть в ноушене в основном для того чтобы всякие рабочие штуки там раскладывать там описание процессов опять же про людей вот это все понял что я в основном его использую на чтение какой-то информации которую туда положил понял что меня дико бесит для на вину на чтение ты в основном используешь не на запись соврал соврал ссори да в основном использую на запись потому что я туда клал еще всякие свои рабочие заметки типа там сходил с кем-то навстречу записал заметочку вот это все понял что меня дико бесит история с перформансом там когда нужно создать заметку или нужно пройтись по структуре занимает это бесконечность времени меня это дико выбешивала бросил ноушен пересел на воркфлоу и теперь замечательно у меня там есть какая-то нехитрая структурка вот все все пишу в древовидной структуре в основном я использую базу знаний чисто на запись читаю там какие-то довольно редко какие-то вещи раз в месяц у меня там короче как у меня это устроено есть большое дерево есть там не знаю в нем один из верхней уровнях элементов да или ноутс называется это просто свалка куда я просто не знаю пишу каждый день какие-то заметки раз в месяц ее чищу типа того да раз в месяц такой инбокс чищу оставлю и когда что-то мне кажется ценным я это кладу в какой-то другой узел но понимаю что я все равно возвращаясь наверное в 5 процентах случаев потому что я там даже оставил сейчас посмотрю что у меня еще есть а зачем ты это делаешь что в итоге но типа это заметки я пишу для того чтобы у меня очень плохая кратковременная память и я их обычно записываю потому что я в течение месяца обычно к ним возвращаюсь после месяца к ним возвращаюсь очень-очень редко вот так то есть на на месяц я прям с этой рабочей буферной зоны очень часто оперирую я там не надо вспомнить о чем я говорил там с каким-нибудь васей две недели назад о чем там я с ним договорился я быстро скачу почитал заметки встречи с васей такой ага точняк короче обещал ему то-то и иду дело собственно в таком режиме для меня работать долгосрочно но мне особо не надо еще у меня есть один из верхнеуровневых узелков это как раз и джел резал с мой просто цели типа цели на год цели на квартал цели на неделю бла-бла-бла вот это гиперактивно использую и на записи на чтение заметки про людей у меня здесь все лежат чисто каждый узел это человек внутри отдельные узлы это просто наши даты ван он ванов где что-то происходит и еще по мелочи какие-то вещи типа я здесь держу все транскрипты своих докладов твиттер трэдов подкастов и прочее я в этот раздел где эти транскрипты лежат часто прихожу чтобы допустим не знаю из доклада вытащить идею для твиттер трэда или из твиттер трэда статью собрать я типа так мне это помогает переиспользовать контент из разных медиумов довольно удобно я думал катя тебе пишет твиттер такое тоже бывает я вот сейчас смотрю что у меня еще есть ну и чисто какие-то эпизодические штуки я здесь решаю типа контент план не нужно какой-то составить я сажусь сделаю вот ну вот это наверное основные кейсы базы знаний мне ее точно не хватает для собственно того кейса который мы обсуждали мне хочется научиться свои мысли ну нет короче мне очень хочется научиться вот так завести себе вот эту райтинг рутинг когда у меня часто бывают какие-то классные мысли обычно у меня куда-то теряются я за собой еще давно ловил ну с собой осознавал что когда я какую-то мысль начинаю расписывать там в дневнике или где-то еще мне это очень хорошо помогает ее проработать я хочу научиться это делать на постоянной основе мысли много всего много поэтому я хочу попробовать что-то типа затылкаст но именно чтобы много писать синтезировать идеи я пони короче я у меня есть много кейсов где-то мне может пригодиться например я хочу не знаю в блок чаще писать вот короче буду экспериментировать ну вот да собственно здесь как раз мне кажется два рафинированных кейса это заметочница вот именно заметочница да какие-то там логи встреч вести там не забыть себе чего-то там о чем мы поговорили здесь конечно никакой затылкастон там даже диск не нужен и вопрос удобства инструмента повернул с ноут что угодно ванну вот слову и без разницы так удобно вот на вот когда у тебя уже много 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 контент начнешь не теряться и хочешь какие-то связи и в первую очередь для генерации какого-то сильно синтеза нового контента вот тут уже можно посмотреть на этот указ собственно вот одна из фишек что ты легко как раз получаешь драфт и это все ведешь видишь конспекты особенно маркдаун я могу там два клика сделать у меня хопа и собрался собственно драфт будущей статьи и потом дальше нарабатывать вот в этом плане очень и плюс если ты еще не дай бог какой-то академии занимаешься там еще и ссылки стоят и ты там сразу же можно библиографию а был у меня еще один кейс в этом году я как раз хотел попробовать поиграться с ром research ну просто понравилась концепция инструмента думал на чем его заюзать и одновременно хотел прочитать кучу разных бумаг там по одной теме которая мне была интересна и я вот попробовал как раз таки раскладывать по условному заделькастону все вот эти бумаги которые прочитал после 15 бумаг и где-то выдохся потому что тема себя исчерпала мне перестала быть интересной но к этой системе даже несколько раз возвращался когда потом чисто про эту тему где-то что-то писал и мне было удобно то есть вот на этом кейсе я понял что оперировать таким контентом такой типу заделька стани довольно прикольно вот и осталось мне просто придумать как-то прям в ежедневные ритуалы встроить может быть следующем году этим займусь так ром research рассказывай что это такое по сути тулза которая чуть ли не под заделькастоны делается их таких много да таких много это какая-то я просто не понимаю вот есть заделькастон это подход а ром research это какой-то другой подход что-то вообще это как воркфлоу и то есть тоже штука суть как воркфлоу и софтина так ром research тоже окей да это интернет сервис который тоже оперирует всем короче весь контент это дерево и там помимо собственно древовидных связей есть вот короче там есть там может может проставлять и ссылки между любыми элементами этого дерева друг на друга в том числе и обратное вот это основное наверное этих инструментов полны полно главное чтобы то есть чтобы вести удобно датал кастом инструмент должен поддерживать а прямую прямую удобную ссылочность между двумя заметками б теги ну в общем-то в целом минимум всего желательно чтобы еще всякие фишки типограф посмотреть этих всех связей вот это вот так я вот сейчас еще при инструменты на самом деле хоть хочу поспрашивать отдельный стас тоже достать да перед тем как мы инструмент мы уйдем ты о всех своих проблемах рассказал просто мы могли бы вот в этой части разобрать перед софтиной вот да я хотел собственно про одну проблему с чем но я как раз столкнулся когда читал вот те же самые бумаги я столкнулся с дополнительным уровнем прокрастинации когда ты понимаешь что ты не просто должен сесть открыть какую-нибудь статейку почитать и кайфануть с этого а ты еще по итогам должен проделать какую-то дополнительную работу типа сесть выписать все синтезировать переработать этот текст разбит на какие-то атомарные заметки ты такой блин боже мой я и так сегодня 10 часов работал два часа подкаст писал хочу просто почитать статью мне еще черт возьми ее каким-то образом обрабатывать я понял что просто у меня дико теряется энтузиазм вообще само исходное действие делать короче говоря давай колись какие есть хаки того чтобы чувство долго перед системой такое не появлялось или это нормально что она появляется или нет короче как с этим жить мне кажется это чем-то таким неправильно но мне нет хорошего ответа в этом вопросе это это действительно эта проблема то есть любая такая методика она разумеет то что ты будешь только еще делать а делать все время в лом ленину и в общем то это оверхэд дополнительный просто то есть продуктивное чтение это больше чем просто чтение обычное чтение это еле-еле как бы хочется делать вот поэтому действительно наверно нет какой-то златой воли все всегда видуально считается что хорошо помогает рутина это ты выбрал себе там не знаю вечер субботы что ты разгребаешь свой inbox ну и плюс минус работает а у меня еще работает тема что я делаю минимум то есть но приносим контекст и заметки да это скорее к разбору материалов я хотя бы проставляю теги какие-то базовые связи а потом уже внутри поработать но когда вот будет нужно я там мысль это вспомнил и вот тогда уже выпишу вот то есть иногда конечно профессионировать что если какой-то минимум делать по хотя бы потом легко найти уже лучше а тогда это большая проблема мне кажется с любыми вот методиками подходами нет инструмента который за тебя это будет делать пока ну и хорошо если будет то скорее всего если будем заработать окей ну короче я буду экспериментировать скорее всего как раз пойду тоже в направлении создания рутины там не знаю выделять там по часу в день с утречка где-нибудь на то чтобы почитать пописать и скорее всего просто дико ну мне наверное поможет очень фильтровать то что я в эту систему заношу и заносить там не прям все подряд а только то пользу от чего я могу предсказать на каком-то коротком отрезке времени относительно потому что иначе я просто понимаю что я выберю очень классные деньги ну и плюс хорошо иметь мотивацию да то есть я разбираю классное не просто так потому что я вот такой я вот этот контент потом буду использовать например статью в блоге чтобы написать опера шоу или там пост в телеграм или статью научную вот я этим занимаюсь ради этого то есть понятная мотивация ты готов ради нее вкладываться вот тогда есть больше шансов на успеху поэтому пишите все в блоге и в телеграм-каналы нормально но игорь я я готов короче принимать ставки на то насколько тебя хватит по часу в день с утра серьезно может быть не час подожди вообще работа продукта это сидеть и думать вот поэтому час в день это еще мало видишь не думал думать а не писать в свой репозиторий знаний блин если продак плохо пишет это прям беда беда проекта окей так ну что давайте тогда к софтиме уже разберемся и узнаем на что егор пересядет на следующей неделе но да самая такая наверно задроская часть потому что как люди пытаются делать новую методику да они сразу будут искать каким-то инструментом которые помогают им это сделать как будто бы эффективно вот я таких штук посмотрел достаточно много но как я говорил самое простое что должен быть ваш инструмент это поставить теги поставить ссылки на все остальное плюшки а в принципе можно делать такое в чем угодно банально в вики конфлиенс если заморочиться вот эверноут по моему как-то очень извращенным способом дает давать на дает ссылки на другие свои заметки это нужно безумным количеством кликов делать поэтому я даже особо никогда не рассматривал тут скорее вопрос удобства этого инструмента если она тормозит если она там как-то еще и выглядит страшно там неудобно много кликов нужно делать ты еще с меньшей вероятностью будешь его открывать что увеличит какой-то ментальный барьер мне понравился твой момент который о котором ты раньше говорил по поводу маркдауна чем он хорош тем что тянет вендер лока то есть ты их можешь менять действительно как перчатки в этом плане всякие верноуты но уж на не прям проигрывают чему-то что используют прям файлики маркдауна вот это все да да и плюс она нового история про то что это не тебя на другом сервисе и ты платишь подписка доктор и перестал платить подписку и там сервис был по-моему верно кто планирует даже в это время закрыть вот это плохо плюс макдаун с переносимостью это позволяет тебе мало то что инструменты менять так еще и все что ты потенциально можешь делать с макдауном тоже получить ну например у меня там почти все мои слайды на выступлениях они делаются через такую софтинку для мака которая называется называется она просто берет макдаун и тебе сразу делают очень удобно у меня есть там софтинка которая из макдауна делает древки ворфайлы с сайта есть инструментарий работа программа есть может команд c команд в конкурент ставил поэтому в этом плане хорошо а в плане же самих инструментов специализированным или заплакастным тоже полно развелось наверное сейчас самый такой популярный ром ресерч действительно там и хайп и то что он по инвайтам раздавался все они помочь много вложились маркетинг поэтому такой популярный но сейчас они бешено стоят сейчас они тысячу с лишним рублей в месяц ты должен заплатить пользование они в какой-то момент у них к ним люди по инвайду понабежали у них инфра перестала выдерживать начались отказы и прочее и все он написал большое письмо что типа идите вы к черту мы делаем сервис для себя и для других гиков поэтому короче на массовый может быть когда-то сделаем но не сейчас поэтому пусть нами останутся только те кто реально хочет им пользоваться вот вам 15 короче до 15 или 20 баксов в месяц и на самом деле насколько потом читаю его посты довольно много людей короче стало платить у него довольно большая команда собралась и у них там реально еще строили куда гиков скира и там впиливают такие фичи которые не знаю я не могу себе представить чтобы не вообще кому-то были нужны у них реально каждый месяц выходит огромный ньюслеттер про то как они там 40 новых фичей впилили типа каждый из которых там трем людям а к вопросу диков диков есть и макс и к нему есть плагин за то за то дефт по моему вот в нем тоже можно отлично вести все что касается кастома ну и все что касается и максов том числе поэтому это уж мне кажется максимально за городской цель ну что плохо в рамресерче вендер лог 15 баксов но там не прям вендер лог они тебе дают экспортировать эту базу я так и сделал кстати плюс еще вебчик все что связано с вебом тормоза браузер плохая поддержка на мобиле ну вот ну и юай там прямо и x точнее x вернее там он такой довольно спорный то есть короче я но это чисто субъективная история для меня важно чтобы от инструмента я прям кайфовал когда использую вот с ноушеном я не кайфовал с workflow я кайфую поэтому мне нравится каждый день с ним работать в сроком ресерш не ни хрена не нравилось вообще никак типа это была прям такая работа труд и из-за этого дополнительно прокрастинировал да это тоже такой мне кажется важный пункт вот например того же самого а за два краска есть штука которая называется тоже такой инструментик он в принципе классный там много все можно экспортировать неудобно там он сам умеет pdf генерировать то есть но выглядит просто ужасно по моему на электроне на чем-то еще еще и тормозит очень не зашел а мне зашли и такие простые штуки так как этот макдаун на мобиле у меня просто ай-эй райдер максимально простой удобный редактор макдаун на планшетах мобилах а на компе если нужно быстренько ввести заметку я поигрался выбрал в итоге да а кейф тоже такая простая софтинка работает с макдауном у него просто сбоку список и заметок можешь встать и фишка в том что ты можешь под кейм отправляется окошечко в нее быстренько написал нажал все она сохранит минус в том что у него есть несколько прям проблем с функциональностью него нету автоматического показа уже набранных тегов нету удобных ссылок на другие заметки то есть хочется типа тут два раза скобочку квадратный сделал он показывает тоже саджест вот твоим заметками которая нету он не есть в родмапе но а при этом он легкий простой поэтому быстренько добавить я его использую а для полноценной работы вот база зданий синтез грав посмотреть покликать там покопаться тоже посмотрел разные штуки obsidian сейчас очень популярный действительно классный по моему пока еще бесплатный это как раз его пробую да вроде бесплатно да тоже какой-то власть такой никозистый да никозистый это же электрон со всеми делами вот но в принципе там для первого раза попробовать наверно сейчас один из самых лучших вариантов есть старенький такой очень известный вообще редактор заметок называется and gold его еще братья артистовым сделал вот в нем тоже можно заплакаст мы собственно для архив он он собственно такое развитие самой волк позиционировать вот но в итоге мне больше всего зашла история с плагинчиком из плагин для соблайн текст и пользуется есть очень классный плагин для вискода который называть фон и там у тебя сразу из коробочки не с многих логинчиков подключаются у тебя есть и дерево точнее граф можно построить и стены работают с аджествами и ссылки тоже работают с аджествами и при этом но если у тебя настроенный вискод со своими картишечками ты все естественно можешь переиспользовать начинают регулярных и заканчивая там заканчиваем линтингом того самого макдауна то есть удобно поэтому если у вас вискод не тормозит а нет плагинов для лучшей идеи в мире ну конечно честно говоря не искал вот может и я не знаю как они с плагинами они у них да есть marketplace плагинов под пыщем может быть и запилили уже он у меня одно время тормозил это и я остался на вискоде ну и бесплатно там у нас команда делает плагин под названием грэция это но это такой плагин для работы с естественными языками которые дают тебе всякие штуки типа спелчейка и комплишена прикольного вот но по-моему каждый из этой кастином вот найти ничего отдельного от сообщества не могу блин надо сделать на ну и и и макс водичка если кто-то друг меня наверное про софтину единственное вот такой вот надо пробовать да надо пробовать надо смотреть мне очень понравилось я кстати попробовал мы не упомянули про ноушен короче есть вариант еще и завести за толкастом ноушене но если честно он кажется очень таким неоднозначным из-за чего из-за того что ты фактически создаешь базу и дальше у тебя все записи находятся внутри этой базы эта табличка и ты не видишь этих ты не видишь никакой структуры и в общем а там разве есть линки вот эти обратные да там все есть там ты как-то создаешь отдельно поле которое ты связываешь линкуешь на ту же самую базу в которой ты ведешь заметки и за счет этого там работают двусторонние связи как-то так короче если интересно это можно загуглить там условно ноушен за толкастом и все не на самом деле но довольно быстро заводится но не считая того что ноушен сам долгий да у тебя не будет проваливаться не знаю три сотни заметок я не я не попробовал туда перевести и там да я прочитал про то что есть короче проблемки с этим и я решил попробовать что-то такое в общем стороннее и действительно с ноушеном меня напугала все-таки история про если я хочу завести действительно такую базу знаний я наверное хочу использовать вероятно чуть дольше чем ноушен будет жить вот поэтому в общем история про markdown мне кажется более надежной вот второй вопрос который интересно я попробовал из ноушена экспортнуть все свои заметки и взять и превратить их в общем ну там же можно сделать экспорт он там markdown сделать и все будет у тебя прекрасно замечательно там есть в общем скрипты можно найти которые еще и связи между собой проставят и в общем много много всего замечательного можно уже сделать попытавшись переехать просто там с ноушена на что-то такое вот маркдауна в стое вот вопрос какой вопрос про граф про граф заметок у меня я вот в обсиди не открыл у меня получилось как это увидеть граф всех заметочек но он получился довольно такой большой страшный и я полноценным не попользовался я поэтому решил попробовать такой маленький прототип сделать чисто для книжек посмотреть как там идеи будут в общем создаваться между собой линковаться и как это будет все работать вот в новой версии там пока особо нечего смотреть на то есть там заметок недостаточно вот мне интересно насколько это рабочая история про граф или это больше такая история про красоту то что их можно там потягать все прикольно весело но по сути бесполезно пост положил какая большая база знаний смотреть но дает скорее такая пишечка не могу сказать что супер часто пользуешься супер полезно ну вот принципе точно так же можешь в тексте просто кликать так что скорее для красоты ну кому-то возможно помогает это значит если открыть сайт есть такой инструмент андог называется он такой очень известный конвертер из разных форматов он из макдауна и поддерживает соответственно чуть ли не сотню разных форматов и у них на сайте такая красивая картинка когда граф связи всех со всеми получается такая стерилистичная картиночка красивенькая вот такой большой сетки вот примерно через какое-то время такая что-то появится мне кажется базе знаний и скорее больше арт чем какая-то польза хорошо я понял это понял что эта история больше по красоту ну что я предлагаю в завершении выпуска поговорить про как это про особые не знаю там кейсы в общем дополнительные инструменты скажем так не для всех не для всех более задротски по сравнению с теми которые мы перечисляли еще более еще более но тут же история какая что мы с вами сейчас обсуждали только именно введение самих заметок тех вещей и как с ними жить но тут у тебя кроме них еще есть контекст которым они используются в первую очередь это те самые материалы а вот архив не своих заметок а вот твоих материалов статей книжек вот этого всего в принципе подход точно такой же и проблемы те же самые у меня вот кучу pdf если долго времени просто лежали по папкам по папкам по темам а потом ты понимаешь что непонятно в какую тему положить в общем та же самая история по иерархии тегами это во первых а во вторых банально ссылку неудобно давать какой-нибудь на какой-нибудь файл на кроме документ и заметку пишешь книжку и таком статью не делаешь заметку хочется статьи в твоей заметке дать ссылку на эту конкретную статью чтобы потом открыть и писать первоисточник а и вот с файловой системе с файловой системой файловой системе с этим проблемы несмотря наносим на 7 линьки на все остальное переместил но все потерялась плюс но нет тегов одно время назад там не помню с какой версии макоси у них появились теги finder это какое-то убожество невозможно пользоваться мне кажется никто ими не пользуется разве чтобы не представить туду данные вот такого рода теги не семантически больше нет вот и какой-то хочется именно инструмент для того чтобы ввести не только в базу своих заметок но еще и базу материалов такую личную библиотеку плюс вот та же самая проблема с лэбом о котором мы до этого говорили что очень часто ставил ссылочку а через три года и открываешь хотя говорят на то что же 404 сайта такого больше не доступен поэтому хочется вот еще и себе их там подсохранить да это конечно может быть зачастую достаточно избыточно но чисто психологически не хочется терять какую-то такую интересную статью которую ты в этом видео поэтому хорошо бы сразу там куда-нибудь в pdf перегнать или в том числе манерки и потом к ней возвращаться и вот я какое-то время искал инструменты для того чтобы такие штуки делать а учитывая что я тогда еще пытался статью писать первым голову приходят всякие разные менеджеры материалов за терра менделей а полно но они все таки на вот под академию заточены а то есть они вот именно для того чтобы потом гиблиографические ссылки оттуда удобно вытаскивать сами материалы там и есть именно такие прям хардкорные задроски вот тяжелые штуки для того чтобы такой документ внести уже про все на маке это девансинг самая такая известная мощная штука для винды и по моему примерно похоже ну естественно со всеми нюансами что это винда и выглядит это очень ужасно а есть инструмент который называется the brain мост вот я соответственно на маке у меня девансинг и но это мега штука мега комбайн а ты в нее просто закидываешь что угодно пдф и закидываешь word файлы закидываешь что угодно закидываешь плюс у него есть такой же клиппер во все эти драузеры ты можешь страничку архивчиком страничку в pdf причем в pdf убрав все вот всю мишуру оставив контент такую сразу подпечать историю сохранять он все к себе к себе кладет у него там со своя сверху там база данных вот эту информацию плюс он просто по папкам раскидывает для себя то есть еще синхронизируется между маком между айпадом вот и внутри ты можешь делать то же самое что можно делать заметки можете им ставить можешь на клапки делать можешь прям там встроенный отличный pdf-ридер то есть открываешь и там прям хайлайты делаешь вот эти хайлайты можно легко инстрактировать у него отличная есть штука с поиском подходящих материалов открашенную статью кнопку жмешь он тебе показывает подходящие статьи по этой же теме ну просто по инкосу с паренью они и ты вот сразу там своей вот это вот миллиардном архиве находишь ревантный пдф который тоже можно сейчас почитать плюс можно подцепить ту же самую папку где у тебя лежат маркдаун файл уже кастома он будет считать вот частью своей базы знаний автоматически подтягивать и он умеет распознавать те же самые теги в макдауне ставишь решеточку без пробел а дальше тег он его прочтет и добавит свои теги поэтому если тебя есть смарт папка в которой например все про data model и у тебя есть отмеченные pdf-ки внутри давантинка с этим тегом и у тебя есть статья заметка заплакастами с таким же тегом он их в одну смарт папку потянет и ты видишь общие массивы материалов и твоих заметок на эту тему такая как бы вот мега просмотра в принципе в нем можно и писать контент то есть в нем по идее можно и вполне этот кастом сам вести но он все-таки для этого для меня слишком тяжеловесный чтобы открыть начать писать он вот чтоб копаться вот в этом все мега штука я наверно просто уже почти подаю да собственно очень дофига стоит единственный минус не помню сколько точно но прям прилично стоит пакс по моему 100 что ли но опять же это кажется прям больше такая история когда ты или научную работу пишешь или не знаю наверно полноценную книгу ну либо ты там чем-то разбираешься и тебе кажется а вот ровно то же самое про что мы говорили вначале про то что говорил Егор что ты вот чем-то начинаешь разбираться такой вот это все интересно там сохраняешь сохраняешь кучу подряд а потом понимаешь что это мусор а из него есть там опять полезных источников вот до этого тоже хорошо подходит сначала мусор набрать потом из него все аккуратненько быстренько держаться выкинуть а я стоит какое-то полезное с чем потом уже можно работать с этого красками там поставить хайлайты а их потом вытащить переработать и дать ссылку фишка еще в том что ты можешь нам дать персистентную ссылку на какой-то материал он поэтому генерит ты оставляешь и потом просто по клику он тебя конкретно открывается как бы ты его там потом не перемещал а вот так что мега штука если вы на маке и таким 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 заниматься рекомендую посмотреть но если хочешь попроще то проблему конкретных ссылок что у тебя заметочка заметочки ты мысли из какой-то конкретной книжки как-то подает лежит описывающий хочется прямо дать ссылку чтобы книжку и потом смотри а вот в маке к сожалению такого скоротки нету но есть прикольная тоуза который называется хук собственно сайтами хук productivity.com тоже какие-то деньги стоит но не так много она такую штуку дает то есть ты можешь открыть любой любой файл сгенерировать для него постоянную ссылку где угодно и сохранить потом там не укликнешь куда бы там не переместил он тебя откроет а видимо как он отслеживает изменение файл это первая фишка вторая фишка что ты можешь наоборот делать открываешь файл нажимаешь ok и видишь все те документы там статьи заметки которые на этот файл ссылаются прикольно и ты можешь там естественно просто 2pdf между собой связать и такой а вот я на эту тему читал вот пойду дам на нее ссылку без заметки просто 2pdf между собой такая прикольная тоже штука она сильно конечно проще чем демонстрирует маленький интернет кусочек его но тоже можно посмотреть помню еще один кстати кейс где я сейчас собираю отдельную базу свою и использую ноушен для этого кстати а это чисто ограниченный кейс я понял в какой-то момент что там периодически делаю всякие медицинские обследования хожу к врачам и прочее и часто страдаю из-за того что все результаты дают просто на бумажке я их фоткаю а потом через год когда мне надо вспомнить что мне этот же врач последний раз говорил я это забываю я начал собирать такую медицинскую базу свою чисто в ноушене отдельно ну там типа размечая кто когда зачем мне чё сказал вот и довольно удобно получилось уже много профит от этого словил ну вот да опять таки мне кажется такие сложные инструменты стоит смотреть когда ты понимаешь эти тесно вот таких простых честно можно еще не посмотреть если не тесно а те все классно устраивает прекрасно я предлагаю вот на на то что не надо себя мучить в начале попытались продать в общем персональные репозитории знаний а в конце в общем ребята расслабьтесь кому он нужен ребята те кому нужен используйте кому не нужен не используйте вот я предлагаю тогда что пойти завершение подведу черту о чем мы сегодня с вами поговорили начали вообще с того какие с того зачем люди ведут заметки поговорили про всевозможные методики как лучше запоминать и так далее потом пришли в поговорили про цеттл или зеттл кастон в чем его идея про историю как его правильно вести в чем там основная сложность может быть его ведение потом разобрали реальные кейсы проблемы в общем Егор нас по челленджил мы по челленджили Егора зачем ему это все надо потом про софт 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 и в конце поговорили про такие специализированные уже инструменты которые уже сильно явно не для всех окей стас кажется ты смотришь на меня сейчас можно ли задать тебе вопрос давай собственно что тебе нравится больше чем вместо того чтобы заниматься чем-то полезным выдумывать очередную систему убертегов состоящий из сложных фильтров над зеттл кастоном в обсидиане и параллельно шарить получившуюся базу со смарт папками в демон твинг больше этого дорогие слушатели мне нравится когда вы ставите 5 звезд в айтюнсе твидите ретвидите рассказывайте нас своим друзьям а самое главное слушайте подкаст подлодка это был выпуск про персональную базу знаний и зеттл кастон в гостях он в гостях у нас был костя валеев костя большое спасибо что пришел к нам и рассказал нам столько замечательно прекрасной информации мы сейчас пойдем все равно ты в конце нас отговаривал у тебя ничего не вышло мы пойдем с Егором обязательно пробовать и в общем экспериментировать с персональной базой знаний спасибо так на что на этом все всем спасибо кто нас слушал пока 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»